так друзья всем доброго дня ну что начинаем пилить серьезные видосы закончили мы видео про отдых и первое видео да давайте так вот разогреваться начнем пластиковый бак для автомобиля как-то перед отъездом писал мне один парень и он горит серега чё за бред то вообще то есть на заправках заправляться вот в пластиковую тару нельзя но многие производители автомобилей ну сейчас по статистике по моему около 80 процентов начинают переходить на пластиковые баки то есть если вы возьмете все современные иномарки они ну практически на 80 процентов уже идут с пластиковыми баками либо там на крайний случай алюминий применяется ну собственно я решил подумать над этим вопросом и вот что получается смотрите друзья начнем с обычной пластиковой бутылки и специализированного пластика обычно пластиковая бутылка она не рассчитана для вот этих вот и жидкости для горючих жидкостей когда вы наливаете в эту бутылку ну скажем тот же самый бензин на заправке то вот трение вот это скажем так ну жидкости а стенки может вызывать статическое электричество и так как бензин у нас очень легко воспламеняется достаточно одной искры и это жидкость здесь загорится такие случаи не частые но бывает то есть они ну промелькивают скажем так именно поэтому запрещено вот пятилитровые в полутора литровые там и литровые бутылки заправляться на заправках то есть это все из-за статического электричества ну ладно там какой-то хлопок будет эту бутылку разорвет а если все это дело загорится мало не покажется может спалить всю заправку также сейчас многие производители переходят на специальный пластик который распадается в природе через пять лет он практически вообще никак не держит бензин то есть вы можете налить сюда бензин и у вас эта бутылка там буквально за несколько минут просто растает и начнет течь это также все опасно опять же достаточно одной искры и тут взрыв или воспламенение но на заправке это вообще будет капец но сейчас есть специализированные пластики к сожалению я не знаю как они называются но вот канистры для бензина они имеют вот такую вот надпись либо газолин либо бензина вот сейчас очень много кстати таких вот российских канистр и они специализированы то есть они не накапливают статическое электричество они как правило состоят из нескольких слоев они полностью исключают какие-то вот растворения то есть эти канистры не растворяются и в принципе с ними все хорошо вот именно из такого вот пластика делают и вот современные эти пластиковые баки то есть баки это сейчас достаточно сложная конструкция там стенка это пластиковая она стоит из шести слоев внутри обрабатываются еще специальными химическими составами и этот бак он очень-очень прочный и здесь вероятность взрыва исключена вообще второй популярности вопрос который мне задавали гератерек ну хорошо ладно вот пластиковый бак мы наливаем туда топливо закручиваем пробку если например там стальной алюминиевый бака может держать это давнее давление внутри вот этого бензина бензин же он испаряется особенно если жаркая температура давление растет внутри а как держится это пластик пластик же может там разорвать там и так далее тому подобное друзья во первых у вас каша в голове сразу хочу сказать час баки не разорвет то есть не алюминиевый не стальной не пластиковый смотрите сейчас бак он у нас имеет определенные вентиляционные магистрали которые соединяются у нас ассорбером с клапаном ассорбера там и так далее и тому подобного с сепаратором вот смотрите вот синеньким идет такая вот трубочка она поднимается у нас допустим для сепаратора далее это все может дело проходить в ассорбере в ассорбере эти пары бензина они здесь могут конденсироваться возвращаться например либо обратно в бак либо напрямую подаваться через клапан ассорбера во впускной коллектор то есть когда автомобиль работает если сейчас не ошибаюсь то из ассорбера эти пары подаются сразу вот выпускной коллектор через дроссель а когда автомобиль у вас стоит то есть двигатель не работает эти пары у нас конденсируются и возвращаются обратно в бак таким образом ничто никого не разопрет здесь есть вот эти вот вентиляционные магистрали которые позволяют баку скажем так дышать дышать и конденсировать это топливо мало того что сейчас по нормам евросоюза по американским нормам по российским нормам что испарение вот в природу бензина можно лишь только 20 миллиграммов испарения топлива в день больше нельзя то есть все наверное знаете да если допустим оставить там канистру открытой с бензином в день ну за сутки она очень много бензин может испариться то есть это явно не 20 миллиграммов будет я думаю там 200 миллиграммов будет может быть даже и больше таким образом вот это вот вся замкнутая система не дают топливу испариться это вам не старые карбюраторные двигатели где там бензин испарялся всего чего только можно там и пробки были не герметичные бензонасосы сами там могли пропускать и карбюратор был открытый то есть там бензином воняло отовсюду в современных автомобилях этого не происходит так теперь давайте бегленько поговорим чем все-таки пластик превосходит стальной алюминий алюминиевый бак я считаю что рано или поздно все производители перейдут на пластиковые баки но именно вот гражданских автомобилях грузовых не знаю честно ну и каких специализированных автомобилях которые там допустим грязи где-то лазит у них все-таки стальной скорее всего или алюминиевый бак останется во первых стальной алюминиевый бак они у нас практически схожи сначала появился у нас стальной бак позже появился алюминиевый бак алюминиевый бак появился только из-за того что он должен был бороться с коррозией то есть они оба прочные они могут деформироваться то есть если вы вдруг куда-то на и ну там наехали помяли его вы можете его в принципе легко выпрямить ну кроме алюминия алюминий может ну порваться там если вы слишком сильно его замнете также алюминия есть минус том что вот этот вот сварной шов он сваривается в основном из двух половин он менее прочный чем устали вот и если вы вдруг начнете нам выправлять алюминий он также может лопнуть то есть алюминий это как бы такой переходной бак от стали к пластику минусы они у нас конечно же ржавеют алюминий может окисляться от большого от большого количества времени они у нас дорогие тяжелые тяжелый особенно стальной бак дорогой особенно нас алюминиевый алюминиевый бак он по-моему стоит два раза дороже чем пластиковые процентов 30 на 30-40 дороже чем стальной бак стоит поэтому многие производители начали устанавливать на свои автомобили с 2005 года именно пластиковые баки но почему они не получали такого распространения до 2005 года но вот смотрите у пластикового бака было всего две проблемы первая проблема была в том что вот эти вот пары бензина они как-то могли проникать через сам пластик то есть не жидкий бензин а через сам пластик там через молекулярную структуру я в интернете читала так и не понял но как-то все это дело могло улетучиваться это была первая проблема и вторая проблема была в том что раньше делали все вот эти вот горловины полностью из пластика то есть они такие литые были а вот эта верхняя часть куда вставляли пистолет она очень быстро разбивалась то есть практичность у нее была очень низкой и в 2005 году одна американская компания те автоматив по моему если сейчас не ошибаюсь она решила эти две проблемы то есть она сделала бак шестислойный то есть шесть слоев пластика использовался и также между ними использовался определенный состав который не давал как бы парам бензина проходить через этот пластик это первое и что они сделали то есть они сделали вот до сюда вот пластиковую горловину дальше они поставили здесь вот резиновую часть и сверху вот это вот горловина осталась у нас металлической то есть вы уже не разбиваете вот этими но пистолетами скажем так горловина остается у нас все-таки металлической и именно с этого времени пошло распространение вот этих вот баков то есть они очень и очень быстро заполонили автомобильный рынок какие плюсы были первый плюс для производителя это цена то есть действительно как бы этот бак стоит практически в два раза дешевле чем алюминиевый а если как бы не видно разница зачем платить больше второе плюс это вес выигрыш весе от 3 до 5 килограмм зависимости от размеров бака ну там даже на самую маленькую малолитражку ну там три килограмма но приятный такой бонус третье это ржавчина они абсолютно не боятся ржавчины то есть сталь по моему у нас там за 5-7 лет чуть ли не изгнивает вся алюминий там лет через 10 он может уже окисляться там швы у него страдать могут тоже там не все так идеально вот пластик там и я думаю и 30 и 40 50 лет проходит ему ничего не будет скорее всего от быстрее машина сгниет чем пластиковый бак и вот где-то я читал что конденсата вот в этом баке образуется меньше то есть когда вы открываете пробку вот заходит холодный воздух вот эти вот все баки они могут там либо нагреваться либо очень быстро охлаждаться и здесь конденсат у нас образуется больше особенно в алюминиевых баках и поэтому здесь образуются у нас лаги больше пластик он очень плохо проводит ну скажем так тепло и поэтому конденсата здесь образуется у нас меньше ну и соответственно дешевле производства пластик вы можете там определенными формами штамповать ну как бы как хотите вы можете придавать ему различные сложные формы иногда формы действительно сложные ну вот посмотрите вот на это вот бак смотрите какая сложная форма представьте сколько нужно было за затратить сил чтобы сделать его скажем там азлюминий или из стали сколько нужно здесь было все это дело спаять вот а пластиковый бак он делается очень очень просто то есть делается там две половинки и дальше спаивается поэтому вот шву и все бак готов у нас какие минусы минусы это прочность и эластичность соответственно что если вы его ударите то он скорее всего у вас сломается он не будет мяться он нас не эластичный но в интернете ходит много роликов где эти баки запаивают и они также служат скажем так дальше вот такое вот друзья видео получилось так что не стоит бояться пластиковых баков их не разорвет с ними ничего не случится ваш автомобиль не взорвется все будет хорошо и я думаю что скоро на всех автомобилях будет стоять эти пластиковые баки хотя бы потому что производитель выигрывает в цене а как вы сами знаете сейчас производством автомобилей у нас зачастую рулют маркетинг они инженеры на этом друзья все если понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал будет еще много интересных видео все друзья всем пока а